Званный вечер С Марией Чугреевой На радио Подмосковья С вами программа Званный вечер Я Мария Чугреева И очень счастлива представить вам сегодня Гости нашей студии Друга нашего радио Григория Васильевича Гладкова Здравствуйте, Григорий Васильевич Спасибо, что вы снова с нами Нашли время к нам прийти Потому что вы безумно заняты Застать в Москве У вас практически невозможно У вас масса новостей Мы об этом сегодня поговорим Ой, какой чай, какие чашечки Обожаю А вообще говорят, что вы самый веселый композитор Вы еще композитор-сказочник Самый веселый, это дурачок такой жизнерадостный Потому что человек не может все время веселым быть Ну так же, как и грустным Иначе депрессия у человека А вот если состояния меняются, как в сказке То это здорово Композитор-сказочник вам нравится больше Да, да, я горжусь Я не детский композитор А именно вот сказочный Потому что сказочник у него и взрослый есть И детский, и вообще любое И веселый, и грустный Веселый, и грустный Да, да Ну что, споем что-нибудь? Давайте, да Ну что, споем что-нибудь Наказание Все, кто плохо поступал Все, кто вредничал и врал Ждет в конце ужаснейший скандал В сказке яркие краски И забавные маски В сказке можно сразиться Самым злым колдуном В сказке феи И принцы И красивые лица В сказке летают Жар птицы В сказке Это песня из мюзикла У меня очень много мюзиклов, сказок Наверное, в 70 театрах идут спектакли Как мне дали справку Урау В российском авторском обществе Я столько не сочинил Но режиссеры переходят из театра в театр Берут с собой пьесы, музыку Потом в некоторых спектаклях я смотрю Какие-то песни участвуют Инструментальная музыка Которую я много тоже выпустил Так что я очень рад Что у меня в каждом городе России Есть друзья Потому что или в театре кукол Или в тюзи Или в театре драма Особенно в театрах кукол Идут спектакли с моими песнями, музыкой И я счастлив Вот этим достижением Счастлив больше всего А мы счастливы, что мы можем Слушать ваши песни Смотреть мультфильмы И фильмы, в которых звучит ваша музыка Григорий Васильевич Давайте напомним нашим слушателям Мы зрителям нашей интернет-версии Откуда возникла вот эта детская тема? Почему вы? Вы сразу поняли, что вам хочется именно Из детства Детство у вас потрясающее было У вас мама была заведующая Да, мама заведующая Все от мамы Собственно, ничего я не думал Если бы мама была у меня доярка То все время мы о молоке говорили бы О коровах Если бы вот у меня папа был актер Как у вас Мы бы о театре О кино говорили А у меня мама была заведующая Детскими слями И кроме журналов всяких Вот я, кстати, вот эту и не помню Этой бюрократии Я помню, что были стихи Сценарии, сказки какие-то Пластинки были тогда Музыка звучала Стихи звучали Вот эта атмосфера детства В которую я был как бы включен И я не просто был пассивный слушатель А как только я чуть-чуть Научился играть на баяне В музыкальной школе Мама меня уже задействовала Я уже играл на утренниках на ее Так что все было предопределено Да, да, все с детства Ну я буду петь сказки Мы будем разговаривать И какие-то сказки я буду петь Я был приглашен на фестиваль Story International В Голландии Рассказчики-сочинители сказок Ну там были поэты-писатели И вот иногда музыканты Я там, значит, выступал тоже Ну вот, например, такая песенка о троллях Это норвежская народная песня Стихи Юрия Вронского Музыка моя Вот По ней мультфильм даже сделал Жили-были трое тролли На вершинах дальних гор Жили тролли, не скучали Хоть молчали с давних пор Как-то раз никто не знает От каких таких причин В той стране раздался Грохот Что за шум? Спросил один Что за шум? Да Но затих Ужасный грохот И опять настал покой Двести лет прошло в молчанье Это мышь Сказал другой через двести лет А когда еще столетие Протекло над краем снов Третий тролль сказал Прощайте Ненавижу болтунов Ненавижу болтунов Ненавижу болтунов Но наблюдательные дети заметили Дядя Гриша А он-то сам больше всех слов сказал Так всегда и бывает Самые большие болтуны Нас учат молчать Еще какие-то Мы совершенно множество фестивалей Вы посетили, да? Да, слушайте Какие чашечки у вас Прям вот То, что я люблю Дачный такой вот Такой деревенский Антураж Такая белая чашка И такие красные Такие ягоды И блюдце такое же Ой, потрясающе Порадовали вас, как хорошо Все-таки о фестивалях Это были фестивали авторской песни Фестивали самые разные Фестивали это здорово Потому что собираются люди Это не конкурс Это собираются друзья Это собираются Самые разные вообще Интереснейшие личности Там и поэты И слушатели И авторы И гитаристы Да Вот я был на фестивале Макушка лета В июле Макушка лета Это на границе Владимирской И Нижегородской области И там лысая гора И в полнолуние Там как бы собираются ведьмы И мы как раз попали В полнолуние Я с сыном ездил И шли бабушки Да, на эту лысую гору Причем берег Клязьмы Такой высоты Это, наверное Там 50-этажный дом Чтобы спуститься к реке Подняться Очень непросто Вот такая лысая гора Но она охраняется государством И является таким Памятником культуры Древней культуры Потому что там Что-то внутри В общем, какие-то Еще когда были Скифы, половцы Когда еще, может быть До крещения Руси Вот это существовало Вот Так что вот это Очень интересно было Ну еще одну сказку Споем Немножко гитару Подстраиваю Потому что я ехал Издалека Прям с Волги Приехал, можно сказать Вот Немножко гитарка Так расстраивается И потихонечку Подстраиваться Спит земля Огромный Шар Ночь над нею Черный пар Черный пар Вокруг парит Лишь одна звезда Не спит Так прозрачно И светла Так хрустально И бела Я на ниточке Звезду К нашим окнам Подведу Между ямью И меж сном Есть огромное Как гром Прислоненное Как слон Унесенное Как сон 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 Слепил Твои ресни Снится Снится Спи Усни Сон Сказка Ложь Давней намек Добрым молодцам урок Сон 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 Слепил Твои ресни Снится Снится Спи Усни Хочу Реконструировал Но старую часть Оставил Сделал музей Сделал музей Оставил Все что там было Чугуны Прялки Ухваты Иконы Все все И мне еще соседи Принесли У меня просто музей Вы можете в интернете Увидеть Если наберете Ранчо Пластилиновая ворона Так назвали Телевизионщики Ранчо Пластилиновая ворона Григория Гладкова Увидите Мой этот музей И приходят Из окрестных домов Дети смотрят Как жили До них До нас Это же очень интересно Сохранить быт У меня такой маленький Домашний музей Вот И я там колодец построил Как мне хотелось Как в детстве Я видел эти колодцы Ручку чтобы крутить Ведро доставать Ну и баню сделал Все Все что в деревне должно быть Еще у меня огромное Огромное дерево Липовековое Которому тоже 100 лет Приходят тоже на это дерево Смотреть Оно какое-то гигантское Просто Ну не знаю Таких деревьев не видел Вот Тоже оно Такое украшение Вот этого Удивительного Местечка И до воды И до воды 10 метров 10 метров У меня причал Я сделал 25 метров Вот Такой прямо Волга уходит И надо сказать Недалеко от Москвы Это все Мы думали И я думал всегда Что Волга Это где-то Как мечта Недосягаемо Где-то в районе Луны Оказывается Вот она рядом Здорово Конечно А получился у меня Этот дом После того Как я Зачинил песню о Волге Потому что Ничего не проходит Бесследно Как поется Песня Александра Пахмутова Меня пригласили В Самару И был снят фильм Несси на Волге Он так назывался Или летние каникулы Григория Гладкова Вместе с Самарской студией Товарищ Там были коллективы Детские И режиссер Владимир Самарцев У них все так В общем Интересно Самара Самарцев Да У них очень интересно В Самаре Он говорит Нужна песня о Волге Я сел и написал И стихи, и музыку И как подарок Мне вот Дом Вот этот дом Да Получился Не найдешь Не найдешь нигде Таких Берегов Крутых Островов И заводей Плесов Золотых Не найдешь Нигде еще Ты простор Такой Где кукушка Дарит счет Над водой Глубоко Широко К нам спешит Издалека То кратка То дерзка Волга Река Где найти Такую Шире Не видать Краев Далее Бороздит Буксир И богат Улов Ну а воздух Здесь какой Не надышишься Песня Сказка Над рекой Слышится Глубоко Широко К нам Бежит Плывет Издалека Высока Велика Волга Река Замечательно Не только детские песни Вы пишете И не только Мы сегодня говорим Сказки Взрослые Я сказки пишу Вот Сказки пишу И я Ездил не только На фестивале Внутри страны Но и И был за рубежом Несколько раз Хотелось спросить О фестивале Я был За этот год Был в Германии Эстонии Китае Болгарии Сербии В Белграде Дании И Швеции Вот наверное Все страны Перечислил В Белоруссии Несколько раз Три раза Был в Белоруссии В Гомеле В Могилеве На фестивале Анимации Замечательный фестиваль Анимаевка Фестиваль мультипликации И в Минске У меня был концерт В кафе Лисинара Но конечно Такой Желанной Поездкой Долгожданной О которой я мечтал Это была поездка В Данию В Копенгаген Конечно Я сфотографировался На фоне Русалочки И мне хотелось бы Сделать спектакль Я писал музыку Кстати По сказкам Андерсона Но вот хотелось Что-то вот После этого Еще сделать Я задумал Такой спектакль Может быть Где будут вещи Оттуда Из Копенгагена Там очень много Блошиных рынков Блошиных Не знаю Почему у нас их нет Вот где вот В субботу В воскресенье Все вносят И продают То что им не нужно Хлам всякий Но там Столько вообще Интересных штучек И просто вот Для декораций Собрать И сделать Вот настоящих Подлинных Датских Вот этих С датскими предметами Конечно Я в музее Была Андерсона И сейчас Пою Я сегодня Пою песни Сказки Солдатик Оловян Гитарка По чуть-чуть В себя приходит В себя Потихоньку Вот сейчас Я покажу Приемчик Тем более Здесь у нас Телевидение Такой Он называется Барабан Вот Пятая Шестая Струна Перекрещиваются Зажимаются Пальцем И смотрите Солдатик Оловянный Отправился В поход На площади Собрался Весь куколиный Народ И чествуя Героя Платочками Махал А он Глядел Из строя Как важный Генерал Солдатик Оловянный Отправился В поход С фарфором С новой подружкой Простился У ворот А после Топал Браво Со скаткой На плечах Со сладким Злом Слава Плясавшим На губах Ах, кукольные Солдатик Солдатик Оловянный Отправился в поход А к вечеру А к вечеру Солдатик И в пластиков Солдатик 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 Ну, такая песня И песен Новогодних Поеду в любое место В любое болото Вот Солдатик 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 И англич Как на дитя И англичанин Что к нам приходил Строгий Как вымпел Не понимал Ничего Говорил Глупости Выпев Как на дитя Мы тогда на него С грустью Смотрели И доставали Плеча твоего Крылья метели И доставали плеча твоего Крылья метели Снег подлетает К ночному окну Вьюга дымится Как мы с тобой угадали страну Где нам родиться Как мы с тобой угадали страну Где нам родиться Вот она и не сказочная, и не детская Ну сказочная вообще-то, да Про страну Страна эта Здесь имеется ввиду Более широко, чем родина Это страна сказки, детства Вот в этой стране мы родились Вот В удивительной стране А так вот я хотел бы спеть песню Норвежскую народную песню Вторую Я уже одну спел Стихи Юрия Вронского Он якобы перевел это с норвежского Ну его стихи А музыка моя Ну песня народная, норвежская Я ее когда-то записал С Дашей Аганезовой Дочерью известного пианиста Ливона Аганезова Он сам играл там На рояле, естественно На аккордеоне А Дашей тогда было Целых пять лет Короче день Длиннее ночь И холод на дворе И мама-мышь в своей норе Внушает детворе Надеюсь, мышеловку Никто не попадет Тогда опять все вместе Мы встретим Новый год Прыг-доскок Хоп-ля-ля Фа-ля-ра-ля-ра Надо весело встречать Новый год, ура Прыг-доскок Хоп-ля-ля Фа-ля-ра-ля-ра Надо весело встречать Новый год, ура Полы скоплят мышата Танцуют и поют Метут хвостами корки Чтоб в норке был уют Дадим хвосты друг другу И раз, два, три, вперед Так начался веселый Мышиный Новый год Прыг-доскок Хоп-ля-ля Фа-ля-ра-ля-ра Надо весело встречать Новый год, ура Прыг-доскок Хоп-ля-ля Фа-ля-ра-ля-ра Надо весело встречать Новый год, ура! И все танцуют, и поют, и пляшут. А потом мышиный папа говорит, теперь друзьям стремнём. Мышата спать ложатся, и здесь, и там, и тут. Но и во сне мышата танцуют и поют. Ведь Новый год, прыг, доскок, хоп, ля-ля, фа-ля-ра-ля-ра. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг, доскок, хоп, ля-ля, фа-ля-ра-ля-ра. Надо весело встречать Новый год, ура! А как в вашей семье встречает Новый год? Мы встречаем дома. Я никогда не работаю. Новогоднюю ночь не ношусь с высунутым языком, слава богу. И встречаем в Подмосковье. Гости? Родители мои, слава богу, живы гости. Ну, в таком родственном узком кругу у нас, в нашем дачном кооперативе. Дом мой, родители жены, мои родители. Всё вместе живём, короче. Ёлка, баня, пруд небольшой, куда я люблю запрыгивать. В общем, очень здорово, конечно, проходит. И детям радостно, и сказочно. Один раз я не встречал, может быть, пару раз, но вот один я точно помню. Я в новогоднюю ночь работал, но это было уникально. Это было на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. И вокруг Александрийского столпа было четыре сцены. Детская, которую я вёл. Называлась «Новогодняя детская тека» Григория Гладкова. Пластинного ворона, и я придумал это слово, потому что в Петербурге у меня друг Михаил Яснов. Я считаю, лучший детский поэт. И наша пластинка, она была первая в моей жизни на фирме «Мелодия», называлась «Чудетство». Он придумал слово «Чудеса и детства», а я, общаясь с ним, придумал детская тека. Наша сцена детская, она была прямо направлена на Зимний дворец. И я когда вёл всю ночь концерт, вместе с клоунами, конечно, артистами, я всё время смотрел на Зимний дворец. Там ещё была ретро-сцена, была современная, фольклорная, вот. Ну вот и детская была. Вот такой вот Новый год замечательный. Я встречал, я бы ещё с удовольствием. А так в основном дома. И у нас посажена ёлка, она всё время растёт. Растёт уже ель, ель такая огромная. Уже выросла эта ель гигантская. Так что вот так Новый год мы проводим. И название мультфильма «Падал прошлогодний снег» расшифровала одна девочка в интернете. Она написала, что этот снег существует. Это снег, который вылетает 31 декабря и пересекает новогоднюю ночь, и к земле опускается уже 1 января прошлогодним. Вот такое замечательное наблюдение. С вами программа «Широкий вечер». У нас гостя Григорий Гладков. Расскажите о своих детях, чем они занимаются. Ну, я считаю, что каждый писатель, поэт, музыкант, ну и просто каждый взрослый человек должен считать, что все дети его. Относиться к любому ребёнку как к своему. Я считаю, только так должно быть. И я спою песню. Она из фильма «Старый двор» или соло для гитары с детским оркестром, или «Пой, Гриша». Называется «Дети» на стихе московского поэта замечательного, Юрия Левитанского. Он умер странно, мистически. Он умер прямо в мэрии, представляете, московской. Дети, как жители иностранные Или пришельцы с других планет Являются в мир, где предметы странные, Вещи, которым названия нет Ещё им в диковинку, наши нравы. И надо выучить все слова. А эти звери, а эти травы, Ну просто кружатся голова. И вот они ходят, По метке делая И выговаривая с трудом. Это что у вас? Это у нас, ребята, дерево, А это птица, А это дом. Ну-ну. Но чем продолжительнее Их странствие, Они ведь сюда не на пару дней, Они становятся всё пристрастнее, А нам становится всё трудней. Они ощупывают переборочки, Они заглянуть стараются за, А мы их гиды, Мы переводчики, И не надо пылим впускать в глаза, Пускай они знают, Что не поддельно, А что только кажется золотым. Это что у вас? Это у нас, ребята, дерево, А это? А это небо, А это? А это дым. Дети, дети, Наши дети Замечательно. Игорь Васильевич, Вы недавно закончили работу над диском, Посвященном Питеру. Да, да, Прогулки по Петербургу, Или... Да, или, и не или. Просто прогулки по Петербургу, Но название должно быть театральное, Просто прогулки по Петербургу, Так можно каталог назвать. А художник должен вывернуться, Выпендриться, Я назвал прогулки по Петербургу, Под аккомпанемент гитары и дождя. Вот, Эти песни я сочинил Очень давно, Когда жил в Питере, Там были первые мои успехи, Пластилин ворона, Мультфильмы, Я жил в одном дворе с Полуниным, Посвятил ему песню В коробке с карандашами. Вот, И я собрал эти песни, Потому что как-то Петербург, Его образ стал немножко опускаться, Вот эти возникли сериалы, Бандитский Петербург, Улицы разбитых фонарей, Там все бегают, стреляют, Вообще, Вот все эти бандитские фильмы Снимаются в Питере, И нет абсолютно планов города, Вот, Их же, Как будто их не учили, Ни в каких институтах, Потому что любой боевик, Американский боевик, Посмотрите, Я их не люблю, Но обязательно план какой-нибудь города есть, Сверху, Вот они стреляют, Стреляют, Бегают вдруг раз, И город весь виден, Или едет машина, И тоже видны дома, Здесь ничего нет, Здесь только крупные планы, Крупники идут, Подворотни какие-то, Квартиры, Питера нет вообще, И у людей, У детей, Которые выросли, И не были, И не были, Они представляют, Что это какой-то ужаснейший город, Петербург, Я собрал эти песни, Да, И такая, У меня получилась музыкально-литературная композиция, Потому что там стихи изысканные, Стихи романтичные, Стихи великих, Гениальных поэтов, Там Александр Кушнер, Лауреат первой премии поэт России, Там Осип Бродский, Там Михаил Яснов, О котором я говорил, Замечательный, Я, когда жил, Сочинил что-то, Вот, Не буду себя приселять к этим поэтам, Но песни очень искренние, Вадим Шефнер, Потомок шведских строителей, Питерские поэты замечательные, И, в конце концов, Я никак не могу закончить аннотацию, Не знаю, Заканчивать так, Что из музыкально-литературной композиции, Этот диск перешел в формат песен протеста, Потому что столько домов уничтожено старинных, Сколько в блокаду фашисты не уничтожили, Из орудий, И я даже приду в конце написать, И на вашем языке я хочу сказать вам, ребята, Не вы уроды строили, Не вам козлам ломать все это, Ну, сейчас я что-нибудь спою, Вот, из этих песен. Пойдем же вдоль мойки, вдоль мойки, Устриженных лип на виду, Глотая туманны и стойки, Бензинный угар на ходу, Меж Марсовым полем и садом Михайловским, Мимо был их конюшен, Широким обхватом, Державших лошадок лихих. Потом через Невский сразы бегу, Все прямо, не глядя назад, Пойдем, заглядевшись на реку, И строганов в яркий фасад, Пойдем, словно кто-то однажды Уехал или вывезен был И умер от горя и жажды Без этих колонн и перил. Пойдем же по самому краю Тоски у зеленой воды, Пойдем же по аду и раю, Где нет между ними черты, Где памяти тянется свиток, Развернутый в виде домов, И столько блаженства и пыток Двузначных больших номеров. Игорь Васильевич, к сожалению, Время нашего эфира. Да, из сказки мы перешли В такие уже философские, Серьезные философские вещи. Ну, из таких событий, Произошедших в этом году, Конечно, проведение фестиваля Александра Вертинского в Шанхае. Это была моя идея, Ее активно поддержали ребята Из русского клуба Шанхая. Кстати, они меня сделали Почетным членом русского клуба. Я там выступил везде, где мог. И там была очень большая диаспора русская. Жило много русских. Ну, тут и англичан, и французов. Были прям отдельные города. Английский город, французский, Международный, где были корейцы, Индонезийцы, И китайский. Четыре города отдельных, Которые образовали Шанхай. Но в культурную революцию всех обнулили. И сейчас все поднимается. И русские вот эти кварталы, Уютные, их оставили, конечно. Эти узкие улочки, Старинные дома Во французской части, Французской концессии Шанхая. Александр Вертинский, Которому в этом году исполнилось 125 лет, Он больше всего В своей жизни, Времени прожил в Шанхае. Ну, не считая России, конечно. Там он венчался На своей прекрасной, Удивительной красавице жене. И там родилась Одна из ее дочерей, Марианна. Вторая Анастасия родилась в Москве. Удивительные актрисы. Их Александр Вертинский Очень любил. Посвятил им песню Доченьки. И мы провели фестиваль этот. Ну, как могли. Было 12 участников. Кафе Ленинград, Кафе Ленинград, Китаец держит, Содержит. Он придумал. Был 11 русских И был один китаец. Вот. И мы пели, Пели песни разные. А в конце, Ну, она была финальная песня. Я поставил фонограмму Дорогой дальней, Где он поет со скрипкой. Обычно Александр Вертинский Пел под аккомпанией, Апанемент рояля. Но есть у него И такие вот оркестровые вещи. И мы вместе с голосом Вертинского спели Дорогой даль, До ночкой лунную, Да с песней той, Что вдаль летит звеня, Да с той старинною, Да семиструнною, Что по ночам Так мучила меня. Такой фестиваль мы провели. Еще из событий Ярких моей жизни Это было выступление В Дрездене В годовщину блокады В этот день писатель Даниил Гранин Рассказывал О блокаде немцам В Рейхстаге. А мы в русском доме В Дрездене Пели, И это было Частью видеомоста, Который организовал Фонд связь поколений. Одновременно были Подключены Такие же студии, Залы, классы В Петербурге, В Ленинграде, В Москве. Камеру установили В театре Списивцева, Где они играли Пьесу 871 день О блокаде И в Таллине В Таллине Вообще Очень солидно Подготовились В законодательном Собрании Все происходило Пел хор И вот 4 города Были подключены Я был С своей дочерью И мы там выступали Вот такие интересные Были У меня события Ну какую-то песню Да И мирно разойдемся На финал Да И мирно разбежимся Отпустим вас Я не хочу уходить Я еще чай попью здесь Ну Сегодня была тема сказки Которая Обязательно переходит К какой-то философии Потому что сказки Ложь Да в ней намек Да в них намек Добрым молодцам урок Они мудрые Это часть нашей жизни Эти сказки И я хочу Закончить Песней Песней Которую Посвящу И Вертинскому И романсам И она и детская На стихе Александра Кушнера С которым мы стали Лауреатами премии Корнея Ивана Чуковского Вот Я выступаю постоянно В доме Чуковского Там костры проводятся Которые Корнея Иванович Когда-то придумал Вот эта песня Всполняется от имени детей А в каждом взрослом Ребенок живет до старости Мы сказали Дяде Коле Дядя Коля Спойте что ли Спойте что ли Что-нибудь Хоть немного Хоть чуть-чуть Что же вам спеть Ответил дядя Видимо сантехник какой-то Человек простой профессии Стал он петь на нас Не глядя Мы таких в детстве обожали То что дядя пел Для нас Эх старался он Назывался Как дядя Коля Романс В нем слова Такие Были Жаль что мы их Позабыли Про вскипающую Кровь Про несчастную Любовь Вот Сказала Таня С чувством Настоящее Искусство А не песня Для детей Мы согласны Были С ней Ну всего доброго Спасибо Абсолютно правильно Что в каждом взрослом Должен быть ребенок И пусть он будет Можно вспомнить Евангельское Будьте как дети Да У нас в гостях Был замечательный человек Потрясающий собеседник Композитор Поэт Барт Автор музыки К фильмам Мультфильмам Григорий Гладков Спасибо Что были с нами Спасибо Спасибо С вами была я Мария Чугриева Слышимся в программе Званный вечер Смотрите нашу Видеоверсию Спасибо Всего самого доброго Всего самого доброго Званный вечер С Марией Чугриевой На радио Подмосковья